Дорогие друзья, продолжаем снимать видео «В чем смысл жизни?». В первом видео мы сказали о том, что в каждой плоскости от нулевой точки воды идет увеличение и уменьшение пространства. То есть, если мы от нулевой точки океана будем подниматься наверх, то температура падает, давление падает. Если будем от нулевой точки опускаться вниз, давление поднимается и температура тоже поднимается. Это мы поняли. Следующее. Каждый человек рождается возле своего родника. Родник от своего рода. Каждый род берет от родника, где он родился. Эта родниковая вода кормит его род, поет. В татарском языке «шишмя» – не развязывай. Можно перевести «шишмя» и «шишмя» – это родник. Далее, вот вы смотрите, это течет родник спереди, возле дерева. И когда он течет, мы понимаем точку в пространстве не в вертикальном отношении, а в горизонтальном отношении, из точки, где выходит его род, родник, значит, эта точка определяется координатами, у него есть направление. И вот это направление идет в эту сторону. В этом роду появляются люди, и они двигаются в этом направлении. Далее, они встречаются в жизни с каким-то непонятными другими родами и попадают в определенное пространство. Мы находимся на русле реки Десна, которую спустили. И сегодня вы видите тот же самый рыбак, рыбачит там же рыбу. То есть мы, получается, снимаем видео, когда он рыбачит только рыбу. И сейчас мы находимся в пространстве реки Десна. Десна – река, у нее другой смысл – рода. И вы понимаете, что вот эта родовая линия этой замечательной реки, которая течет, двигается своим родом, встречается с другими родами жизненными и меняет координату движения. То есть твой род должен был течь туда дальше, и он встречается с другими родами, и получается вот такая вещь. А потом наступает момент, когда они встречаются с другими родами, и они уменьшают течение этого всего пространства, уменьшают. И тем самым нарушают объем. То есть если род имел такую силу и столько течет еще, видите, сколько пространства он занимает и силу свою, то когда другой род начинает впитывать, проглатывать чужие рода, он делает тамоплотину, поднимает уровень воды, видите, искусственно свою важность делает. И тем самым уменьшает у вашего рода силу и время и пространство. Вы поняли, надеюсь. Если не поняли, пишите. Сейчас у нас есть определенная дискуссия в этом плане. И это искусственный подъем уничтожает деревья, траву и другое пространство. Видите, как за счет плотины, за счет задержки потока денег, за счет задержки энергии других родов питаются паразитические рода, которые принимают на работу, обещают и не дают того, что положено. Видите, с каким трудом русло реки вашего рода пробивает к себе путь истины. Вот это расстояние, которое ваш род должен был доделать, довести и стать сильнее. И сказать, слушайте, мы для вашей реки даем 10%, значит, 10% для моего рода сегодня же верните. А они поднимают свою реку, делают ее в 100 раз больше, и, соответственно, говорят, о, так как наша река в 100 раз больше, вам всего 1%, а не 10%. Понимаете, обман где? Это я вам объяснил ситуацию по поводу координат, откуда истекает река вашего рода из родника, в каком направлении оно двигается и что происходит. Далее продолжим следующую серию про рождение ребенка в вашем роде.